Денис Солодовников, Анвин Иваницкий. История Арии. В тот летний день стояла настоящая августовская жара. Только что прошел испытательный срок на кухне итальянского ресторана. Это вымотало меня на год вперед. Ноги и руки от постоянной нагрузки уже сводило с удорогой, да и гомон персонала с посетителями начинал давить на уши. Поставив точку в трудоустройстве, я наконец-то смог выбраться на беззаботный пляжный отдых в городе Зеленоградске и выдохнуть, расположившись на красном прямоугольнике покрывала на жгучем песке в малолюдном месте. Какое-то время я лежал на животе, уткнувшись носом в ворсистую ткань покрывала, вслушивался в крики чаек и шум волн. Солнечные лучи приятно грели. Где-то вдалеке зазвучал не очень мелодичный, но приятный женский голос, что-то напевающий. Она приближалась. Только бы мимо, не хватало еще такого соседства. С раздражением вынужден был повернуть голову и открыть глаза, щурить сквозь испепеляющее солнце. Женщина лет пятидесяти со слегка растрепанными рыжими волосами в мятом застиранном желтом платье допят в крупных красных тюльпанах. Она явно пребывала в хорошем настроении, в отличие от меня, и собирала камни в подол платья на морском побережье. Несмотря на мои мольбы, женщина уселась недалеко от меня, продолжив немелодично мычать. Я затих, пытался сам себя успокоить, отвлекаясь на посторонние звуки, но ее голос, а точнее немелодичность, уже начали сверлить мою голову. Поэтому разозленно подскочил, закричал «Пожалуйста, можно потише?». Она в ответ улыбнулась, продолжая что-то складывать из небольших камней, по-прежнему напевая. Я с раздражением приподнялся на локоть, достал из кармана сигареты, закурил. Женщина выкладывала мозаику из камушков по форме, походящую на солнце с загнутыми лучами. Поняв, что уходить женщина не собиралась, затушил сигарету в песок. Заметив мое действие, женщина охнула, кинулась ко мне и, осторожно достав окурок, зажала в ладони. «Ты что делаешь? Мы дети моря. Мы должны заботиться о нем, как оно о нас. А ты и себя, и его травишь», — словно строгая учительница читала на меня. Я не ожидал подобной реакции. Ее поступок удивил и насторожил. «Какие еще дети моря? Вы в своем уме? Оставьте меня в покое. Шли вы дальше!» — разозленно бросил я, только сейчас заметив большой синяк на ее лице. «Похоже, кто-то казался менее сдержанным, чем я», — с сарказмом сказал, указывая на синяк. «Так что вам лучше убраться, пока подобное не повторилось», — с угрозой сказал я. «Подожди. Извини, слышишь?» — ласково она обратилась ко мне. «Я же сидел напряженный и злой». «Не, правда, очень жаль», — взмолилась она. «Все не так, как ты думаешь. Я просто хотела с тобой поговорить». «Поговорите со своим психиатром», — злобно выпалил я. «Послушай, я знаю, что ты устал и чувствую, что ты не на своем месте». «Вы что, экстрасенс?» — с сарказмом спросил я, вставая и намереваясь, собрав вещи, сбежать от этой ненормальной. «На это место я езжу уже который год», — опять бросил гневный я в ее сторону, застегивая рюкзак. «Это вы сюда приперлись и мешаете отдыхать». «Постой. Опасные помидоры береговых за третьим поворотом». Бред сумасшедший стал для меня громом среди ясного неба. «Это вроде бы глупая фраза значила для меня многое. Личная? Сокровенная?» В такой же августовский жаркий день моя мать отправила отца на закупку продуктов. Но ключевым пунктом были помидоры и степлица маминых родственников. Он противился ей и говорил, чтобы отложить все на завтра, а она по какой-то причине настаивала на своем. «Скандалили». В итоге он сел за руль. «Авария лоб в лоб на крутом повороте. На третьем». Я обернулся. Повисла напряженная пауза. Ее добрые карие глаза наполнились тревогой и слезами. «Мы ведь раньше были знакомы», — уверенно заявила она. «Я узнала тебя», — восхищенно заявила она. «Помнишь? Рия. Помнишь? Я Рия». Настойчиво заглядывала то безумное мне в глаза, ища узнавания. «Нет», — резко и агрессивно ответил я, — «знать вас не знаю», — раздраженно вскочил, быстро собирая свои вещи. «И знать не хочу», — поставил точку в этом странном диалоге, спеша покинуть ставший мне по гостам привычный пляж. Неожиданно резко подул ветер, и рой песчинок попал мне в глаза. Чертыхаясь, протер глаза ладонью. Возвращаться к воде не было никакого желания. Отдых был испорчен. Уже добравшись до дома, встал замечать нарастающий зуд у краешка правого глаза. В ванной я старался тщательно промыть глаза. Вгляделся. В отражении зеркала что-то висело напротив умывальника. Мне почудилось, что цвет радужки правого глаза стал ярче. Радужка пораженного зудом глаза буквально блестела мягким голубым светом, а сзади стоял чей-то неясный силуэт. Я удивился и немного испугался. Позади, естественно, никого не было. Мгновение присутствия и свечения вместе с зудом прошли, словно их и не бывало. Может, пыль какая попала? Пожав плечами, пошел спать, но долго ворочался, дергали за душу слова сумасшедшие с пляжа. Кто она? Как она могла узнать? Я слышал, что многие псевдогадатели и психологи пользуются наводящими вопросами. И, цепляясь за свое воображение и опыт, выстраивают якобы увиденные ими события. Но наш разговор не был построен именно так. Я и не представлялся даже, не говоря о том, чтобы взболтнуть лишнего. Тогда откуда? Любопытство с трезвым рассудком боролось во мне. Следующие два дня были рабочими, длились, казалось бы, вечность. Я так и не сумел отдохнуть за выходные, и все из-за проклятой сумасшедшей. Работа кипела в бешеном темпе, не успевал даже перекусить. В животе неприятно урчало. Ресторан был переполнен. Под вечер мой ужин составил сигареты с крепким и терпким кофе, а, придя домой, налетал на что попало в холодильнике. Когда выдались следующие выходные, прихватив все необходимое для пляжного отдыха, направился на море. Рюкзак не был увесистым, но почему-то сильно болели плечи от ноши. Тридцать пять минут в дребезжащем душном вагоне я в Зеленоградске. Снова бреду на свое место. Озираюсь по сторонам и понимаю, что мое место уже занято другими любителями покоя и тишины. Замечаю каменную мозаику и с раздражением вспоминаю недавнее нежелательное знакомство. Приходится искать другое место. Тут я заметил, как какая-то женщина мажет мне издалека рукой, может, Лена с кухней. Но, подойдя ближе, я понял, что обознался. Это была та самая сумасшедшая. Я чертыхнулся, резко развернулся и быстро пошел прочь. «Постой, милый друг», — донеслось мне вслед. Я не обернулся и не ответил. В груди полыхала ярость. Мысленно послал сумасшедшую к чертям. «Отдых испорчен. Опять!» Снова почувствовал нарастающую резь в глазах. Краем глаза заметил мельтешение в воде. Кто-то тонул. И никому до этого не было дела, все словно этого и не видели. Бросив вещи, не раздеваясь, кинулся на помощь. Проплыв немного, понял, что потерял утопающего из виду. Люди на пляже косились на меня странными взглядами. Бездушные сволочи. Все еще зло, я стал выбираться из воды. Нужно позвонить спасателям. «Ты прозрел!» Радостно подлетела ко мне сумасшедшая и хотела даже, по всей видимости, обнять меня. Но, увидев мой недружелюбный взгляд, растерянно опустил руки. «То, что ты видел, уже прошло. Это чья-то душа мается». «Чего?» — не понял я, доставая телефон. «Никто более не бросился на помощь, потому что это дух. Его видели только ты и я. Во мне зародилось сомнение. Конечно, люди порой бывают теми еще бездушными тварями, да и синдром свидетелей никто не отменял. Но я вроде как видел рядом с местом, где заметил утопающего других плавающих. Они словно ничего и не видели. А ведь за ложный вызов появит нехилый штраф». Я скрипнул зубами, а если не показалось, если и правда кто-то утонул, и теперь родные не будут знать о его судьбе, считая пропавшим без вести. «Знаешь, я тоже не сразу поняла, кто я такая», — тем временем продолжала женщина. Я, не особо слушая ее, набрал номер службы спасения. «У меня было все, но внутри я была пуста. Только море наполнило смыслом и научило многому. Оно показало мне истинную суть. Я видела тебя. Я чувствовала тебя. Я знала, что здесь я не одна. Они показали мне тебя. Они рассказали мне о тебе». «Кто?» — на автомате спросил я, слушая гудки. «Души. Иногда я слышу их. Я их слушаю, ведь каждый должен быть услышан и понят. И это наша судьба, ты понимаешь? — сказала она, нервно перебирая складку платья. Я не стал отвечать на этот бред». «Служба спасения», — наконец-то раздалось в трубке телефона. Неожиданно у меня вырвали телефон из рук. Не успел я опомниться, как сумасшедший метнул его в сторону моря. Благо гаджет приземлился на влажный песок у самой кромки воды. Море отозвалось ей пенной приливной волной. Рия со страхом зажмурилась, ожидая расправы. Я же был настолько шеломлен, что пропала даже злость. «Ты мне потом спасибо скажешь», — не открывая глаз, все еще сжавшаяся тихо проговорила она. «Мокрый, уставший физически, опустошенный, эмоционально я побрел к вокзалу». «От себя не уйдешь. Я буду тебя ждать. Здесь, на берегу», — доносилось мне вслед. Я же принял волевое решение больше никогда не посещать этот пляж. Следующий день был моим вторым законом выходным, и я с утра отправился в больницу. Взяв паспорт и придя в медицинское учреждение, занял очередь за мужчиной, одетым, на удивление, не по погоде. В теплый вязанный свитер под горло, утепленные штаны. Хотя на вопрос, кто здесь последний, отозвались двое, он и молодая женщина в синем платье, сидевшая позади него. После моего небольшого диалога с крайним, люди удивленно переглянулись. А одна грузная дама, которая постоянно утирала себя влажными салфетками, прошипела насмешливо. «Не туда записался». Я решил не отвечать на подобное, потому что прекрасно понимал всю атмосферу напряженности и злобы, царящую в очередях. Тем более, если это очередь в медицинском учреждении, подогреваемая болью и волнением. Сидя на неудобном жестяном сидении, вертел в руках телефон, продолжая размышлять над всем происходящим. «Дети море», — невольно вырвалось из меня. Боковым зрением я увидел мелькнувшую тень. Я поднял глаза, и это была та женщина в синем платье. Она только что вышла из кабинета, тихо закрыв за собой дверь. Я посмотрел на место в поисках Крайнего, но и его не наблюдалось. Выждал время, когда он выйдет, пока кто-то из людей не обратился в адрес меня с нотками нервозности. «Что ждете?» «Идите!» «Не задерживайте очередь!» Так мужчина еще не вышел, оправдываясь, пояснил я. Но в ответ посыпалось буря возмущения. Я встал и неуверенно постучался в белую дверь. В кабинете за столом, заваленным стопками бумаг и папах, сидела хрупкая маленькая женщина в белом халате. Лицо ее было напряженным и уставшим. Она подняла голову и произнесла, глядя сквозь толстые линзы очков, увеличивающие ее серые, без того большие глаза. Присаживайтесь. Фамилия. Я сел на стол напротив нее и объяснил, что меня беспокоит резь и зуд глаз. Она, выслушав мою жалобу, выписала направление к окулисту на втором этаже этого же здания и пояснила, что прием возможен и сейчас, если потороплюсь. Поблагодарив ее, я встал и направился к двери, но, вспомнив про вопрос о возможном больничном, обернулся и увидел сидящего на прежде моем месте того самого теплоодетого мужчину. Лицо его было бледным. Он печально сложил руки на коленях и молча уставился на меня. От страха я похолодел. Едва подавил себе возглас, застрявший першением в горле. По спине пробежали мурашки. К счастью, терапевт не видела моих безумных глаз, в тот момент уткнувшись в писанину, иначе бы выдал направление к совершенно другому специалисту. Дрожащей рукой я открыл дверь и медленно зашагал, напуганно оглядываясь. В голове все путалось. Что это было? Я пытался сохранять здравомыслие, успокаивая себя с рассеянностью, ведь всю мою голову занимала теперь лишь она, Рия. И, конечно, мог и не заметить другого пациента. Ведь так? Так разве? Собравшись с мыслями, поднялся на этаж выше и в действительности попал к окулисту в тот же день. Это был высокий, слегка за сорок мужчина, с сединой на висках. Осмотрев меня и выслушав историю с глазами, учтя специфику работы на кухне, он успокоительным тоном заверил, что это всего-навсего переутомление. По его словам, это происходит из-за спазма сосудов плечевого пояса, шеи и лица, но на всякий случай выписал капли, которые впоследствии я и приобрел в ближайшей аптеке. Переутомление. Да, это больше походило на правду. И оттуда и мерещилось всякое изудело. Беречь себя надо, беречь. И больше не циклиться на всякой ерунде да думать о земном. Подумаешь, кто что сказал. Перед сном решил почитать, но быстро провалился в сон, переутомление взяло свое. Рабочие дни пролетели в уже привычном ритме. Странные симптомы больше не беспокоили глаза. Возможно, капли сыграли свою роль, в чем я был безмерно рад. Идя после второй смены, задумался, как сбросить накопившееся напряжение. Путь на пляж я для себя закрыл, и мои мысли перешли на посещение кафе. Точнее, на одну милую сердцу девушку, обслуживающую на кассе посетителей. Прекрасная Аня. За которой я деликатно ухаживал, пока она меня так же деликатно не отшила в предложении на нечто большее, чем приятельское общение. Нет, наше общение не прекратилось. Напротив, оно переросло в беседы по душам. С ней было очень легко, и хандра всегда уходила. Благо, кафе было по пути к моему дому. Заведение близилось к закрытию. Неудивительно, что я оказался единственным посетителем. Аня показалась уставшей и растерянной. Конечно, при виде меня она попыталась прикрыться за своей дежурной приветливой улыбкой, но ее покрасневшие от слез глаза выдавали что-то нехорошее. «Привет?» Вопросительно поприветствовал я. «Привет, Вов. Американ двойной?» Ответила девушка. «Ты в порядке?» Спросил я и увидел, как она, продолжая роль счастливого продавца, подошла к кофейному аппарату. Выглядело это неестественно, немного жутко, словно марионетка. Казалось бы, она вот-вот заплачет. Аня случайно просыпала кофейные зерна, опрокинула чашку и молниеносно принялась убирать за собой, уже хлюпая носом, буркнув неприличное слово на немецком шайзе. Я наклонился над прилавком и с волнением спросил. «Эй, ты чего? Что случилось-то?» «Ничего, спасибо, все хорошо», — ответила она, выбрасывая в мусорку осколки и зерна. «Из-за ничего люди не бросаются кружками», — пошутив, попытался вырулить ситуацию. «Я». «Бабушка сегодня ночью вызывала скорую ей, давление». Помню, как провожал Аню до дома и видел ее бабку, и первое впечатление от этой пожилой дамы не было приятным. Помахал, завидев старушку, наблюдающую за нами в окне, а встретил завистливые, полные ненависти глаза. «Ань, я вообще не понимаю, как у тебя хватает терпения жить с пожилым человеком. Ни жизни, ни времени. Может, уже стоит посмотреть что-то свое», — предложил я. «Ты не понимаешь, она для меня все, моя родная кровь. Я не могу вот так взять и отказаться. Да, дурочка, да, старая, но она моя дурочка. Я уже ей не могу представить, если что-то случится с ней», — повторно засыпая кофейные зерна в аппарат, ответила Анна. «Понимаешь, если честно, то немного тебе завидую в плане семейных отношений. Да и ты постоянно о всех заботишься, кроме себя. Может, я могу скрасить тебе этот темный вечер. Давай сегодня махнем на свидание», — предложил я. Девушка опять показала печальное лицо. «Друзья не ходят на свидание», — едва заметно грустная улыбка ответила она и поставила передо мной на прилавок горячий стакан с кофе. Я поспешил выложить бумажные купюры. Внутри меня, как и бывает в таких случаях, засверлила досада, поэтому я решил переключить диалог. «Ань, а ты допускаешь то, что наш мир не конечен? Что после нашей жизни есть нечто большее? Рай, ад, чистилище, вальхалы, не знаю. Ты всегда скептически относишься к таким вещам, но хотел бы узнать твое мнение. Я тут встретил одну якобы гадалку. Она сказала мне о моем прошлом, причем о совсем личном. Она говорила про духов, про каких-то детей моря. А она, убирая подносы с остатками пирогов в холодильник, на мгновение остановилась после этой фразы. «Да, вроде бы дети моря. В общем, теперь снится мне, да и видится всякое. А тут и ерунда какая-то с глазами». Девушка, протирая витрину, внимательно посмотрела на меня, будто хотела прочитать мои мысли. «Вова, как ты вообще можешь верить в эту чушь? Ты же сам понимаешь, что все это выданки. Просто отпусти эту мысль и живи дальше». «Ну, откуда она это могла знать о моем прошлом? Угадала?» Возразил я. «Оно тебе надо?» Внезапно с серьезным тоном перебила Аня. «Знаешь, ты прав. Большинство проблем от того, что люди порой не находят в себе сил отпустить прошлое. Все, мне надо закрываться. Извини, я сейчас очень занята». Я был удивлен непривычному поведению моего женского идеала. Она на мгновение показалась мне даже старше, чем казалось. Хотя я и не знал, сколько ей. Мог только предполагать, что 25-26. Из редких встреч мало что знал о ней самой. Живет с бабушкой, родители погибли. В этом мы с ней и сблизились попервой. В совершенстве знает немецкий. Учитывая этот навык, был очень удивлен ее выбором места работы. Но Аня объясняла это тем, что ей всегда нравилась печь, а немецкий оставался как увлечение. В основном язык развязывался у меня. Наверное, для нее я казался открытой книгой, и это меня вполне устраивало. Я чувствовал себя в ее компании, как дома в тапчиках, если чувствовал полного комфорта, так можно изложить. А сейчас, возможно, просто попался под женское настроение. Но в тот момент, пока она не повернула свое прекрасное лицо к витрине, из-за ее пышных рыжих кудрей показалось белое, похожее на восковое лицо пожилого мужчины. Глаза его вылезали из орбиты, а синие губы пытались что-то выдать сквозь хрепоту, смешанную со стоном. Наконец, мертвец выдвил из себя дробно, еле разборчиво, короткое слово. У-би-ла. Я не мог оторваться от уродливой, страдающей гримасы. Так и стояла бездвижно и ужасным видением перед девушкой, глядя позади нее. «Вова, ты меня слышишь? В чем дело? Володя?» Уже рассерженно повысив тон, обратилась она и, заслонив с собой мертвеца, щелкнула пальцами перед моим носом, что и привело меня в чувство. Отвлекшись на доли секунды, на щелчок ее бездонные зеленые глаза, я уже потерял из виду пугающее меня видение. Находясь в состоянии аффекта, я тут же, без всяких объяснений, кинулся к входной двери. «Все, что я мог сказать, и это неловко извини». Сердце в этот момент готово было выбраться из моего горла. Призрак. Самый настоящий призрак. Как и в больнице. И видел его только я, а еще та сумасшедшая. Я судорожно искал информацию о детях моря, но ничего связанного, кроме конфетного мультипликационного фильма, не нашел. Со страху решил спать с полным освещением по всей квартире. Но сон этой ночью давал с неурывками. Во сне я шел за силуэтом женщины, освещенной солнцем. Ее мокрые волосы, поблескивая, колыхались на ветру. Проснулся с дикой головной болью. Выпив две таблетки обезболивающего. Решил все-таки посетить пляж. Возможно, я вновь там встречу сумасшедшую и смогу выведать, как избавиться от видений, пока сам не сошел с ума. Кое-как собрав необходимый в рюкзак, я поспешил на станцию к электропоезду. Летние лучи приятно скользили по моему лицу сквозь листву деревьев. Погода намечалась безоблачной. Время в дороге пролетело незаметно, учитывая, что я был полностью погружен мыслями и надеждой, что все можно вернуть в нормальное русло. Я пулей вылетел из пришедшего на зеленоградский перрон электропоезда, натыкаясь и расталкивая сошедших пассажиров. Я бежал на пляж. Туда, где по случайности, но теперь я уже не был в этом уверен, я дважды встретился с Рией. Запыхавшись и уже успев взмокнуть, добрался до заветного места, постоянно озираясь по сторонам. Еще издали я понял, что там никого нет. Ну, быть может, смогу нормально отдохнуть в тишине. Но разрозненные, тревожные, навязчивые мысли мешали успокоиться, найти удобное положение. Нервно сев, закурил, глядя на беспечно приливающие волны. Докурив сигарету, решил затушить по привычке в песок, вспомнив, что даже это действие хоть как-то влияло на ее внимание ко мне. Но ее не было. Никто не кричал и не требовал окурок. Никто не мычал. Нигде не наблюдалось следов Рии. Я уже занервничал не на шутку. Как же я получу тогда ответ на вопрос? Сложил покрывало в рюкзак и пошел вперед, высматривая в каждом ее образ. Дети играли в мяч. Молодая девушка играла со своей собакой. Парчики загорающих. Но где же она? Прошел почти всю обозримую территорию городского пляжа. Я почти совсем отчаялся, упал коленями в песок с усталым видом проигравшего, как вдруг неподалеку до меня донесся женский вопль и мальчишеский смех. Я поспешил туда. Женщина, сидя на песке, укрывала голову руками, словно пыталась защитить себя от ударов. Невидимых ударов. Она всхлипывала и жалостливо что-то сопела себе под нос. Вокруг собралась праздная толпа, в основном из подростков. Один парень, смеясь над ее положением, даже начал снимать видео на телефон. Это было похоже на Рию, хоть издали не было понятно, она ли это или еще одна сумасшедшая. Я побежал к ним. Приблизившись, угрожающе крикнул пацанам убираться подальше. К счастью, они послушались. «Эй, с вами все в порядке?» Спросил я, подходя еще ближе. Это была Рия. Женщина проскулила что-то невнятное. Издалека к нам приближалась какая-то женская фигура. Я коснулась ее плеча, на что она содрогнулась. «Эй, это я, помните?» Женщина растопырила пальцы, прикрывавшие заплаканные глаза, и сглотнула. Она осторожно перехватила мою руку и прижалась к ней мокрой щекой. «Я не могу, я не могу, он меня мучает». Я, брезгливо поначалу ее обнял и погладил по спине. От нее пахло слабым запахом хвои. «Кто?» — не понимая, переспросил я. «Мальчик, он утонул, он утонул, а я...» «Какой мальчик?» «Он хочет увидеть мать, а я не могу». «Что, не можете?» Женская фигура уже подошла к нам. Это оказалась дама средних лет с эффектной внешностью. Она была одета в однотонную розовую кофту и синюю юбку, пестрый бледный цветочный узор, что подчеркивали ее изящные бедра. На плече висела пляжная сумка с кораблем. Казалось, она буквально вышла на минуту с какого-то престижного модного салона или показа мод пляжной одежды. Ее злое лицо смотрело на Рию сквозь темные солнцезащитные очки. Меня она словно не замечала. «Спасибо, что обратили внимание. Нам пора», — заявила она. «Кто вы?» — помогая встать Рии, обратился я к незнакомке. «Я ее сестра. Еще раз благодарю за помощь, но нам надо идти». Рия сгорбилась и виновата потупилась на сестру, и по-прежнему, хлюпая носом, пошла с ней. «Ты снова перестала принимать лекарства?» «А что врач говорил, а?» «Лечение должно быть интенсивным, а не когда тебе вздумается. Всех распугала своим поведением». Бубнила недовольна сестра. Они развернулись в сторону горда и пошли. «Вот вся в песке извалялась», — отчитала ее сестра. «Я опять тебя обыскалась». Женщина уверенно повела Рию прочь. Я остался стоять в растерянности, не зная, что делать. Тут я увидел у ног женский кошелек. Открыв его, увидел несколько денежных купюр и фотографию, на которой была Рия, только совсем молодая. С ней на фото улыбались светловолосые мужчины, такая же белокурая девочка. «Стойте!» Я нагнал их. «Подождите!» Женщины не снижали темп, и я буквально перегородил им путь. Тяжело дыша протянул кошелек. Сестра Рии недоверчиво взглянула на меня. «Вот, держите!» Она потеряла, наверное, когда... Спасибо. Перебила Рия, ласково глядя на находку, и бережно, словно это какое-то сокровище, прижала к себе. Затем она повернулась к сестре и неуверенно попросила ее о чем-то на ухо. Сестра окинула меня глазами и проговорила. «Меня зовут Ольга Петровна. Вы уж простите за этот цирк, просто сами видите, моя сестра больная, за ней нужен постоянный уход и присмотр». «Да что там? У всех нас бывают тяжелые моменты», — ответил я ей, поняв, что могу потерять их компанию, оставшись без окончательного ответа. «Владимир. То есть меня зовут Владимир. Можно просто Вова». Если честно, я подумал, что она опять кого-то выдумала. «Может, перекусим перед дорогой?» — предложил я. «Да, думаю, стоит», — согласилась Ольга. Расположились мы за самым крайним столиком на открытой террасе кафе под шезлонгом. Ольга и я заказали пиво, а Рия пила томатный сок. Вскоре Рия отпросилась у Ольги в дамскую комнату. «Удивительно, но их отношения не походили на сестринские. Скорее, Ольга выступала в роли матери». Женщина, выдохнув устало, произнесла. «Ну что, будем знакомы?» — наконец улыбнулась она. «Вы кто будете?» «Я местный. Работаю поваром и живу в Калининграде. А море для меня это маленький отпуск, так сказать». Начал было я. «А мы приезжие», — улыбнулась Тая, сняла очки и показав свой расслабленный, доброжелательный взгляд. «Хорошо здесь у вас в Зеленоградске. Море, солнце и воздух такой мягкий, да и врачи посоветовали нам место потише. А для Риты это родные стены, так сказать. Она родилась здесь, а я сама москвичка, поэтому я привезла ее сюда, думая, что станет легче. Думала, здесь она все забудет. Извините, что я так сразу. Надеюсь, я не напугала вас этим откровением. Просто хочется иногда с кем-то об этом всем поговорить». Я отпил немного из бокала. «Что-то серьезное?» — поинтересовался я. Смотря как посмотреть на это, она в раз потеряла все. Точнее, семью, потом работу, а затем и себя. Все, что заставляло ее жить и видеть мир нормальными глазами. Для меня саму эта жизнь разделилась на до и после. Знаете, она была очень талантливым архитектором. Даже работала над реставрацией нескольких домов в Калининграде по странной случайности. После трагедии я ловила ее на попытке самоубийства. Я хотела, но не знала, как ей помочь. Искала выходы. Два года моталась по врачам с ней. И платные, и государственные, но главное, чтобы она была рядом. Предлагали даже сбросить эту ношу в желтые стены. Понимаете? Идиоты. В итоге собралась с мыслями, решилась на переезд. И вот тогда купила дом здесь и перевезла ее сюда. У вас можно спросить сигаретку? Мы оба закурили. Да уж, теперь я понимаю, почему все так. Затянулась я горьким дымом сигареты. Решив развеять горестную ноту, я внезапно решил сменить тему. Знаете, здесь подавали к столу соленых ворон. Оля поправила выбившийся локон волос за ухо и, влокотившись, с интересом уставилась на меня. Да, начал познавательно рассказ я. Дело было на курской косе, точнее. Так я болтал о местной кухне и достопримечательностях, что были на слуху у большинства любопытных жителей. Я занервничал. Закончив свои короткие рассказы, я предложил. Если захотите поговорить в следующий раз, просто так, по душам, или помочь чем-то, готов обменяться номерами, если, конечно, вы не против того. Женщина вопросительно посмотрела на меня, улыбнулась и на мгновение задумалась. В глазах ее заблестела неприкрытая симпатия. Она ответила. «Хм, вы умеете обращаться с газонокосилкой? Все руки не дойдут, а травы по пояс. Плачу тысячу», — повторила мое движение собеседница, но с ноткой кокетливости. Возможно, Ольгу я обольстил под легкой ноткой алкоголя, хотя, может, просто действительно попался по делу. Хотя не думаю, что такая красивая женщина и самодостаточная, как она, могла в действительности проявить ко мне симпатию. Но смекнул, что это мог быть шанс поговорить с Рией лично. Я одобрительно кивнул. «Да, конечно», — подыгрывая взаимностью чувств, ответил я. «Только если сегодня или завтра, просто со следующей недели подменяю коллегу, и так на две недели уж точно, если это не такое срочное дело». Конечно же, ни о какой подмене не было и речи. Я сам от себя не ожидал этой лжи. И все ради того, чтобы ее сестра с загадкой рассказала больше об этом мистическом недуге. Я никогда не был суеверным человеком, но в моем случае готов был поверить во что угодно, чтобы прекратить все это». Рия вернулась при поднятом настроении духа. «Ты ему уже рассказала?» Рия обратилась к сестре. Маштута закатила недовольны глаза и отмахнулась. Я в нетерпении уставился на них обоих. «Значит, я скажу», — кокетливо присев за стол, продолжила женщина. «Риты нет», — заявила сестра. «Он должен знать. Должен». Не ожидая ответа сестры, она тут же начала. В далекие времена на этой территории жили пруссы. Они поклонялись совершенно другим богам и верили, что связь с ушедшими из этого мира не прерывается. В этом им помогали жрецы. «Прекрати нести чушь, что ты себе позволяешь», — пыталась перебить ее Ольга, но Рия ее не слушала. Жрецами не становились, а рождались. Их называли войдылоты. Они могли... «Рита, прекрати немедленно», — повернулась ко мне. «Не обращайте внимания». Ольга полезла в пляжную сумку и достала флакон с таблетками. «Пей», — приказала Ольга Петровна, и та покорно проглотила таблетки, запив оставшимся в высоком стакане соком. Потом демонстративно показала сестре язык, открыв рот. «Мы уходим», — Ольга явно чувствовала себя неловко из-за поведения сестры. «Подождите, Ольга Петровна», — остановил я. «А как же газон?» Рита с надеждой посмотрела на сестру. Ольга опять на мгновение задумалась, взвешивая решение, сменив строгое лицо, улыбкой ответила. «Ах да, можете завтра. Хотя вы сейчас куда-то спешите?» Я пожал плечами. «Да вроде бы нет, если это не займет много времени». Рита, как ребенок, запрыгла от радости. «Рита!» — отдернула Ольга сестру. «Я что, сказал? Веди себя нормально и не смей больше приставать к молодому человеку». Мы шли к дому, где жили сестры. По дороге я продолжал рассказывать истории о местах, которые мог только вспомнить, лишь бы удержать внимание. Дом, принадлежавший Ольге, был двухэтажным, из бывшего немецкого фонда, но с хорошей реставрацией внешнего фасада и крыши, как у большинства подобных ему в этом городе. Располагалось строение на второй линии от моря. Придомовая территория оказалась действительно большой садом, цветником и грядками. Обозримая картина напомнила мне детство. У нас был похожий сад. Годы жизни с отцом и тогда еще любимой матерью. После несчастного случая мои отношения с родной матерью стали ухудшаться. Признаюсь, я винил ее в смерти отца. И даже как-то в большой ссоре, когда она меня застукала за курением, высказал ей это в лицо. Повзрослев и переехав, вовсе перестал с ней общаться. Газон и вправду превратился в поросшее поле, закрывая серую бетонную плитку дорожки, ведущей к входной двери. «У вас красивый сад», — сделал я комплимент хозяйке. Ольга жеманно развела руками. «Это все Рита. Она заново возродила былую красоту. Когда мы сюда въехали, здесь были сплошные кусты и сорняки, а вот вишни и яблони местные, как вы. Кстати, она собирает великолепные букеты для чая. Все из сада, правда, Рита?» Рия скромно улыбнулась и открыла входную дверь дома. Но Ольга попросила остаться на пороге и подождать, пока она принесет перчатки и удлинитель, чтобы подключить аппарат. Сестры закрыли за собой звучно дверь. Рядом с дверью висела музыка ветра, сделанная из собранных кусочков дерева с пляжа. По всей видимости, Рии. Стоя один на пороге, я увидел, как кто-то прячется в цветущих розовых кустах, которые были высажены по правую сторону плодовых деревьев. Ветки едва всколыхнулись. Поначалу я подумал, что это животное, но, подойдя ближе, из-за своего убежища внезапно выскочил ребенок. В мгновение окун сиганул за угол дома и пропал из виду. «Дети есть дети», — проговорил я, и тут внезапно осознал, что ребенок был странно одет. Лето, жара, все носят легкую одежду, а на нем было то ли пальто, то ли шуба и варежки на резинках. Такой атрибут одежды уж точно не в этом времени, да и не по погоде. Единственное, что я мог сказать наверняка, — это цвет волос. Странный сорванец был блондином. Я вспомнил, о ком говорил Рии, и попытался сопоставить увиденный образ. Меня охватил легкий испуг, но любопытство взяло верх, и я решился на погоню. Как вдруг послышался хаотичный мелодичный шум стукающихся друг друга деревяшек. Я обернулся в сторону двери и увидел издали Ольгу с садовыми перчатками и шнуром. «Я вижу, вы решили осмотреться. Ну что ж, начнем», — воодушевленно заявила Ольга. Покос газону у меня отнял оставшиеся силы. Я снял майку и утер лицо. Я знал, что Ольга пристально наблюдает за мной из окна, но моя голова была забита размышлениями о всем случившемся ранее. Какое-то время я искал глазами того самого мальчика, и, как назло, Рия не спешила со мной поговорить. Под конец работы Ольга вышла при полном параде и косметике со стаканом воды. «Благодарю вас. Хотите глотнуть?» Я жадно припал к стакану и выпил его залпом. Рита пригласила на чай. «Нет-нет, я понимаю, что уже поздно, и вы наверняка спешите. Вот оплата, как и обещала». «Чай?» — спросил я. «Да, как я уже говорила вам, Рита сама собирает». Я согласился. Мы устроились на кухне. За столом Рита вела себя как обычно, загадочно улыбалась, внимательно наблюдая, как я пью ее отвар. Кипяток был действительно приятен и на вкус, и на запах. Честно сказать, мысли были разные от того, что я попал к безумным сестрам-сатанистам, организованному рабству и дозабытого гостеприимства. От волнения даже обжегся. «Осторожно!» — заволновалась Рия. «Горячий? Ну, нравится?» «Вы не подумайте ничего дурного», — начала Ольга. «Просто правда редко встретишь хорошего человека. Спасибо вам, Владимир, за помощь и понимание». «Мы правда рады. Я рада. Но тебе нужно многому учиться», — сказала Рия. «Ольга ее опять перебила». «Рита!» Женщина, игнорируя замечания, продолжила. «Каждому из нас дают свое имя. Это наша сила». «Кто дает?» — поинтересовался я. «Владимир, не слушайте ее бредней. Рита, иди в свою комнату», — возмутилась сестра. «Те, кто по ту сторону жизни». Ольга нетерпеливо встала из-за стола и, подойдя к сестре, схватила ее за предплечье. «Зря я согласилась на твое предложение. Ты позоришь меня. Понимаешь это или нет? Немедленно выйди из-за стола и убирайся в свою комнату, Рита». «Я Рия! Мое имя Рия!» — заявила рассерженно та и отпихнула руку. «Ты вечно убегаешь от всего, что тебя не устраивает. Как с Артемом. Ты его бросила на погибель». Ольга, ухнув, побледнела и врезала сестре по щечину. «Как ты смеешь!» Рита прижала ладонь к щеке и, разрыдавшись, убежала прочь. Ольга словно не ожидала от себя подобной реакции и была не менее шокирована, чем я, тихонаблюдающий домашний скандал. Затем она молча села на свое место и запустила свои прелестные руки в волосы. Тогда я тихо встал и направился к двери. Женщина, очнувшись от случившегося, тут же вспомнила о моем присутствии и рассыпалась в извинениях. «Простите, ради бога, за эту сцену. Накипело уже. Еще раз спасибо за работу. Вам надо идти. Приятно было познакомиться». Вышел опустошенным под уже привычный звон музыки ветра. Я понял, что потерпел поражение в своем нехитром плане. Вопросов прибавилось. Наверняка путь к Рии был для меня уже закрыт. Попрощавшись с красавицей Ольгой, раскрыл кусочек бумажки, на котором был написан номер телефона. Сидя в последнем автобусе, скинул ей сообщение. «Это я, ваш персональный газонокосильщик Владимир». Весь оставшийся вечер был под полным впечатлением от сестер. Точнее, от обворожительной Ольги. Даже засыпая, поймал себя на мысли, что в эту ночь Аня уходила на задний план. Рабочая пара дней пролетела необычно быстро. Я уже было ложился спать, как вдруг зазвонил телефон. На экране было имя Рия. Так и записал данными телефон роковой красотки. «Алло, Ольга?» В динамике зазвучал тревожный голос. «Доброй ночи, Вова. Знаю, что сейчас не время для разговоров, но, как вам сказать, я даже не представляю, как это выразить». Голос женщины сорвался на всхлипывание. «Что-то с Ритой?» Наступила короткая пауза. Затем женщина протянула. «Да, она...» «Она снова попыталась себя убить». Тут женщина все же расплакалась. Я почувствовал, как по моему затылку пробегают мурашки. «Снова?» «То есть, я...» «Прошу вас успокоиться. С ней сейчас все в порядке. Где она?» «Я очень извиняюсь», — хлюпала она носом, — «что втягиваю вас в это, но...» «Успокойтесь», — твердо вставил я. «Да, она сейчас наверху. Она постоянно просила, чтобы вы приехали. Я не знаю, что у нее с вами, но она так настойчиво требовала этого. Не знаю же, что делать. Ничего не помогает. Ни таблетки, ни я. Может, вы ее вразумите, если Рита так вами одержима?» Я сглотнул и помял пересохшие губы, затем посмотрел на телефон. На панели показывала полночь. «Конечно, я приеду», — успокоил я. «Хорошо, я могу вам вызвать такси и оплатить», — жалостливо протянула Ольга. Собирался я в спешке, вызванив такси. Раздался внезапный звонок о том, что машина подъехала и уже ждет. Похлопал себя по карманам в поисках ключей. Нашел на крючке для одежды, где они висели на своем месте. Не помню, как пролетел лестницу и выбежал во двор, ища глазами желтый свет фар в ночной мгле. Благо, таксист оказался ближе, чем я предполагал. Открыл рывком дверь и, усевшись на заднее сиденье, дрожащим голосом закричал. «Пожалуйста, только быстрее!» Водитель повернул опухшее лицо и треснувшими губами ехидно спросил. «Умирает кто-то?» «Да», — ответил я растерянно. После чего водитель помрачнил и больше со мной не разговаривал. В салоне тихо играло радио, но оно раздражало, поэтому попросил выключить радио, и водитель послушно убрал звук. Дорога показалась очень долгой, а, возможно, из-за того, что я наблюдал, как ползут по деревьям белые полоски разметок вдоль шоссе. Мы проехали железный указатель Зеленоградск. Мое сердце почему-то защемило. «Почему? Я же вообще практически не знаю ее. Откуда такая эмпатия к этой безумной тетке? Может быть, общее чувство потери? Зачем вообще подорвался посреди ночи и помчался черт знает куда? Я уже жалел, что сделал этот шаг. В моей размеренной и понятной жизни было все ровно и тихо, а тут она, возможно, она и была той неведомой силой, заставляющей действовать. «Риттелик, как тебе там, Рия? Почему ты морочишь мне голову? Кто ты? Что ей от меня нужно? И почему Ольга так легко доверилась мне, вываливая буквально всю подноготную? Может, под этой красивой маской скрывалось одиночество?» Машина остановилась в указанном мной месте. Увидел зажженный свет. Немного постояв у калитки, все же решился пройти к входной двери. Метался в мыслях позвонить или постучать, и тогда я постучал. Услышав неспешные шаги, немного отошел назад. Дверь открыла заплаканная Ольга. «Вы приехали. Все-таки приехали. Я ее уложила. Сейчас я вам чай налью или хотите есть пиво?» – предложила она, пройдя со мной в дом. На удивление, в доме пахло морем. Да, запах йода и морского бриза. Ольга отвела на кухню. Вспомнил, что не сняла обувь, на что она отмахнулась и включила абажур, висящий над столом. «Я думала, что она оставит свои бредни про своих вайделотов. Я сама виновата. Привезла обратно ее сюда». «Обратно?» – спросил, не понимая сути, я. Женщина чиркнула спичкой над конфоркой, и синие зубья огоньков окружили чайник. «Да. Я же говорила, что Рита здесь родилась. Здесь, в Зеленоградске. Наш отец был военным человеком, и не раз приходилось переезжать по разным местам. Рита здесь, а я в Самаре». Женщина открыла один из настенных шкафчиков и достала железную банку с заваркой. Она очень сильно волновалась. Это было видно по ее трясущимся рукам. «Как я ее сюда привезла пять лет назад, а так и началась эта билиберда с духами. Поначалу вся эта история казалась милой фантазией, а потом начала перерастать в манию». На этой ноте женщина вновь расплакалась. «Я не знал, как поступить в этот момент, и, не найдя ничего лучше, устал с места и обнял. Почувствовал ее тепло и содрогание. Мое сердце вновь сжалось, как тогда в салоне такси. «Все хорошо, я здесь». Ольга уткнулась мне в грудь. Она сказала, что увидела свою семью. «Понимаете, свою семью, которую потеряла. Я так устала, так устала, Вова!» Засвистел чайник на плите. «Мы тихо сидели за столом и пили чай». «А вы пробовали проверить, о чем она говорит?» Рискнул спросить я. «Нет, конечно, что вы. Как вообще это можно слушать?» «Ну а если?» «Нам все равно это не помешает, так?» «Хотя мои слова были как позитивные утешения, она восприняла их негативно. Я думал над этим, но...» «Так что вас остановило?» «Я боюсь подогревать ее безумие». «Но я же здесь», — ответил я. Между нами повисла пауза. Я засунул в карман руку и понял, что оставил сигареты дома. Ольга откуда-то поняла мое желание закурить. «Погодите», — оживилась Ольга, и, достав сигаретную пачку из соседнего ящика, позвала на крыльцо. «Я курю мало и только когда нервничаю», — пояснила она, закрывая тихонько входную дверь. «Сам пытаюсь бросить который раз эту заразу, да все никак», — вытягивая сигарету, — пояснил я. «Мы закурили, выдыхая едкий дым в ночную мглу». Где-то далеко послышал сылай собаки. «Так все же, вы бы хотели узнать правду?» Снова решился продолжить я эту тему. «Давай на ты уже. Мы взрослые люди, и думаю, так будет проще», — неожиданно предложил улыбаясь женщина. «Не такая я и старая». «Как вам?» «То есть тебе будет удобно», — ответил я неуверенно. «Есть какие-то зацепки?» «Ты о ретинных призраках?» «Да, хотя бы о том, кто ее поколотил недавно, как она уверяла. Но, зная мою сестру, я уверена, что это был вовсе не призрак». «Если честно, я тоже так решил», — ответил я. «Хотя видел сегодня у вас какого-то сорванца, опрятался вон в тех кустах. Может, просто местные дети над ней так подшучивают?» «Не знаю, Вов, но это больше похоже на правду», — ответила Ольга. «Время позднее, если хочешь, оставайся переночевать. Могу постелить тебе в зале, а сама у сестры в комнате заночую. Тем более сейчас мое присутствие ей необходимо. Не знаю почему, но я тебе верю, Вов. Может, и я уже схожу с ума понемногу». «Закрылась от всех с моей ненаглядной Ритой в этом домишке на пляже, а жизнь идет мимо меня?» «Эй, ты молодец, слышишь?» Я легонько коснулся ее плеча. Она впервые за долгое время улыбнулась и прижала своей легкой ладонью мою. Мы отправились спать. Я буквально провалился в сон, где снилось мне, что я нахожусь в черной пучине, и только белые, еле заметные пузырьки воздуха выходили куда-то на поверхность из моего сомкнутого рта. Что-то коснулось моей ноги. Я опустил глаза, но ничего не увидел, кроме черной, пустой бездны. Затем ощутил опять прикосновение у лодыжки. Неизвестное существо схватило меня за ноги и потянуло вниз. Утро наступило для меня ближе к одиннадцати. Я даже не слышал всей домашней суеты вокруг, пока меня не разбудила Рия. Она наклонилась надо мной так, что ее волосы касались моего лица. Ее бледные губы расплывались с печальной улыбки. «Ну, привет!» Недовольно поморщился я. Рия отскочила со странным смешком и скрылась за дверью. Я прищурился от залитого солнцем комнату света и привстал. В голове гудело, словно вчера позволил себе лишнего, хотя я не принимал вчера ничего спиртного. Я снова поморщился от коликов в голове и вяло пошел к ней навстречу. В коридоре меня встретила Ольга. Она, сочувствующе, окинула меня взглядом. Вижу, спалось не очень. «Надеюсь, это не чудной вчерашний чай от твоей сестры?» «Туалет налево по коридору», — ответила мне она не в попад. Я заметил, что Ольга успела с утра привести себя в порядок и снова выглядела, как с обложки журнала. Молча побрел по направлению и поначалу открыл кладовку. В кромешной темноте на меня уставились два светящихся глаза. Или мне-то показалось попервой. Видение было мгновением, пока эти желтые глаза не сомкнули свои невидимые веки. «Ну нахрен!» Я содрогнулся от испуга и захлопнул дверь кладовой. Со второй попытки туалет был найден. Только в небольшом помещении располагалась еще и довольно глубокая и широкая ванна напротив окна. Ванная комната была идеально белая, а все, что касалось металлических элементов, блестело. Видно, сегодня постаралась Ольга, затирая все, что вышло из Рии в тот злополучный день. Я расстегнул штаны, присел на унитаз. Уши ловили крики чаек, доносящиеся из окна. После подошел к раковине. Открыв кран, стал рассматривать свое помятое лицо в зеркале. Тут внезапно возник тот же симптом Риязи в глазу. Я скрючился над раковиной и застонал. Боль, как и в предыдущие разы, была резкой, но быстро прошла. Умылся, не вытираясь, вышел из туалета и пошел на шум на кухне. Ольга и Рия уже объявили перемирие и пили спокойно себе чай на мазовые бутерброды. Рия, не вставая, сделал пригласительный жест рукой. Я подсела рядом с ней. Потом она осторожно встала и дала понять, чтобы я в чем-то ей доверился. На тот момент это казалось волнительным. Я хотел противиться ей, но почему-то не смог. Она приложила свои горячие ладони к моей голове и поцеловала меня в лоб. «Прости меня», — сказала виновата Рия. Ее поцелуй оказался теплым и едва уловимым, но случилось, как и ожидалось, странное. Голова перестала болеть, да и ватность куда-то улетучилась. Что она тогда со мной сделала? Удивленно уставился на Ольгу. Та не замечала нас и листала что-то в телефоне. Рия пододвинула блюдо с бутербродами. Ольга, по-прежнему не глядя, обратилась к сестре. «Рита, милая, иди на рвенам свежей мяты». Рита безропотно вышла из-за стола. Затем Ольга подняла голову, отложила телефон в сторону и обратилась ко мне. «Я обдумала твое предложение, возможно, сегодня мы попробуем проверить один факт». Я внимательно посмотрел на Ольгу. «Какой?» — спросил я, пытаясь вспомнить наш ночной разговор с ней. «Мы будем искать мальчика Максима», — заявила она. Я, не понимая, о ком речь, сдвинул брови. «Мальчик, который мучает ее ночами», — ответила сосредоточенно та, отпевая из кружки. «А поподробнее?» «Пока ты спал, я кое-что у нее выяснила, правда, перерыла всю доступную информацию, и ничего». «Это понятно, но хотя подожди. Если она имела в виду местного, то, думаю, нам стоит посетить одно место». Мы наспех собрались. В саду Рии не оказалось. Возможно, ее плантация трав простиралась гораздо дальше сада. «Вова, куда мы идем?» — удивленно спросила Ольга. «В библиотеке есть архивы за все годы, по крайней мере, должны были быть. Но нам же не дадут архив на руки, и кто будет нам в этом помогать?» «Ничего, разберемся. А при каких обстоятельствах?» «И она назвала фамилию, кого мы ищем?» «Назвала достаточно подробно, чтобы можно было поверить в эту историю», — уверенно заявила Ольга. Зеленоградская библиотека находилась не так-то и далеко. На улицах было многолюдно, несмотря на пасмурную погоду и покрапывание дождя. По дороге Ольга поделилась частью своего прошлого. «Это так странно. И как ты сумел меня на это подстегнуть?» — говорила она. «Я взрослая, здравомыслящая женщина с двумя высшими, иду искать призраков». Я лишь улыбнулся в ответ. «Возможно, ты его напоминаешь. Прежнего его. Вы и внешне чем-то похожи с ним. Может, поэтому я к тебе так и прониклась?» Ольга вдруг погрустнела. «Кого?» — переспросил я. «Артема», — выдохнула она. «Мы прожили вместе пять лет. Вели вместе бизнес, пригляделись друг к другу и стали жить вместе. Сначала все шло хорошо, конфетно, как говорят, а потом все стало разваливаться. Он изменился или я изменилась? Тогда с сестрой случился удар, я взяла ее к нам пожить. Он этого долго не стал терпеть. Подсел на наркотики. Сначала легкие, а потом... А я его не смогла уже терпеть. Выставила вон. После скитался по друзьям и знакомым наркошам, и, в общем, конец известен. Его мать меня долго терроризировала, да так, что я продала бизнес, собрала наши с Ритой вещи и уехала куда подальше. «Оль, мне правда жаль, что тебе пришлось вынести подобные тяготы, если бы я мог помочь чем-то». «Ты делаешь это прямо сейчас?» — еле заметно улыбнувшись, ответила она. «Так что ты знаешь о том мальчишке?» — перевел на другую тему я, вспомнив нашу цель. Она неприятно вздохнула. Рита сказала, что... Она говорила, что его зовут Федотов Максим, описывала его как светловолосого, голубоглазого, в голубой курточке. Говорила, что с него вода текла, и... Тут она замолчала. «И что?» — спросил я. «Сказала, что его убили 30 лет назад». «Что?» — вздрогнул я. «Теперь ходит к ней и жить не дает. И если бы только он, да и их сотни, как она подрассказывала». Придя к зданию городской библиотеки, Оля достала телефон. «Извини, я на минутку. Надо Рите позвонить». «Конечно, я как раз попробую договориться», — сказал я. Зайдя в здание и подойдя к стойке, где сидела библиотекарь, я прокашлялся и спросил. «Здравствуйте. Где можно посмотреть выпуски местных газет за последние 30 лет?» Бабушка в массивной оправе с толстыми стеклами оторвала взгляд от какой-то бумажки, державшей дрожащей рукой, и дребезжащим голосом ответила вопросом на вопрос. «Добрый день. Ваш читательский билет?» «У меня, конечно, не было читательского билета, да даже в Калининграде я только лишь покупал или брал на местном развале у рынка все книги». «Нет, но готов оформить его прямо сейчас». «Ты что там?» спросила внезапно появившись моя компаньонка из-за плеча. «Я обернулся к Ольге, затем обратно к стойке, но бабушки нигде не было». «Вова, с тобой все в порядке?» опять переспросила взволновану Ольга. Я посмотрел на Ольгу, затем на бабушку, но старушка словно куда-то испарилась. Я поморгал, поглядывая то на Ольгу, то она уже пустое место за стойкой. Внутри что-то похолодело. Ком в горле нарастал. Позади меня раздался женский голос. «Молодые люди, вам помочь?» Это была библиотекарь. Вполне симпатичная, ухоженная женщина за пятьдесят в деловом синем костюме. «Да, пожалуйста, дело в том, что мы...» Оживилась Ольга. «Писатели. Собираем материал о прошлом этого очаровательного города», тут же подхватил я. «Писатели? Нам ничего не сообщали», удивилась библиотекарь, «хотя сейчас так все заняты подготовкой к праздникам, что я и не удивлена». «И мы бы хотели посмотреть архив местных хроник, возможно, в газетах», подхватил Ольга. «Так зачем вам газеты? У нас есть замечательные произведения ваших коллег», предложила библиотекарь. «Это безусловно интересно, но понимаете, нам это важнее», пояснил я. «Я вас поняла. Проведу вас в сектор краеведения. Там мы храним весь архив. Но прежде вам придется заполнить формуляр, и вы собираетесь брать что-то на руки?» «Нет, все будем на месте», натянула улыбку Ольга. Затем дернула меня за рукав. Пройдя в другое помещение, заставленное стеллажами, мы разместились у массивного стола с двумя старыми настольными лампами. «Я вам принесу волну. Это местная газета, выпускаемая по сей день. И с какого года, напомните?» «Тридцатилетней давности», пояснила моя спутница. «Ух, ну, что найду, то принесу. Только мне нужна будет физическая сила, подшивка увесистая, скорее всего», сказал библиотекарь, проводила меня за собой. «Я охотно согласился помочь, и все трое направились в хранилище, которое по обыкновению походило на длинную кладовую с запахом плесени. Библиотекарь включила свет перед дверью и озадаченно пробежалась по стеллажам. «А скажите, у вас бабушка такая старенькая в очках не работает?» собрался я с назревшим вопросом. «Кто?» не расслышав, переспросила библиотекарь. «Пожилая женщина лет семидесяти, в очках таких, я попытался жестом показать оправу очков. «Не могу сказать, я здесь семь лет, и даже за мои рабочие годы здесь столько сменилось работников, а вы кого-то определенного ищите?» Библиотекарь простовато опять улыбнулась. «Да так, знакомая одну, и здесь я как-то неуверенно мямлил, наверное, ошибся. Мне пришлось нести всю накопившуюся бумажную кипу информацию в три ходки. Получив первую партию, Ольга погрузилась в поиски. Она аккуратно открепляла, склеившись от времени страницы, бегала что-то читала. Подобрал стопки. Они показались не такими же тяжелыми. Я кинул газеты на стол, и мы принялись за поиски известного и неизвестного нам мальчика. Мы листали газеты, погружаясь в истории города год за годом. Все сливалось в одно. Я, если быть откровенным, чувствовал себя по-прежнему потрясенным. В голове роились мысли и воспоминания о встрече с Рией, и я пытался представить того самого Максима, опять сопоставляя видения в саду. Варежки на резинке, без шапки, светлые волосы. Вдруг за спиной услышал чавкающие шаги. Оглянувшись, увидел библиотекаря. — Нашли? — спросила она. — Вот, держите ваш билет. Ольга остановилась и почти шептом произнесла. — Нашла! На ее лбу выступил холодный пот. Она протерла глаза и провела пальцем по странице, где в самом низу была статья о том, что нашли тело десятилетнего мальчика, пропавшего две недели назад, то есть 14 марта 1991 года. Его имя было под бледной фотографией. — Максим Федотов. Позже прочитала я, глядя на улыбающееся лицо светловолосого мальчика в полосатом свитере. Тело было выброшено на берег в районе поселка Лесное, найдено местными рыбаками-любителями. — Ой! — растерянно пошатнулась Ольга. Я понял, что вот-вот она опрокинется в обморок от потрясения, подхватил ее почти на руки и усадил на стул. Ее сумка сползла с плеча и упала на пол прямо под ноги. Подошла напуганная библиотекарь, приказавшаяся поблизости. Что с вами? — Вы уж простите нас, день выдался тяжелый, — пояснила оправдываясь я зачем-то. Ольга расстроена встала, прижимая сумку, рассеяна, поглядев куда-то сквозь библиотекаря. — Спасибо, все хорошо, — ответила вяло Ольга. И тут я вспомнил про упоминание Рии об обозначении неких людей, к кому она себя приписывала. — Извините, вы не знаете что-то о Вайделанах, Вайдолинах? — Вайделотах, — тихо поправил Ольга. На ней лица и вовсе не было. Она казалась отстраненной, но, скорее всего, ошарашенной от всего этого. Библиотекарь задумалась на секунду. — А, это что-то связанное с местным фольклором. Сейчас посмотрю. Наверное, литовский или прусский. Сейчас посмотрю. Я подхватил Ольгу под руку. — Оль, так это правда? Ольга уставилась куда-то в пол. Я не знаю, чему верить теперь. Ольга погладила пальцем фото в газете. — Может. К нам подошла со счастливым лицом работник библиотеки и гордо протянула книгу в сером переплете. — Вот, вот она, языческий мир Пруссии. В прошлом году был у нас один историк, так он эту книгу и презентовал. — Спасибо вам, сейчас глянем, — ответил я. — Хорошо, — кивнула библиотекарь, — но у нас много чего есть интересного. Если что, то я буду в соседнем кабинете. Развлекайтесь. Я усмехнулся ей вслед. Ольга судорожная нажимала на звонок сестре, но та была недоступна. После нескольких неудачных попыток она подняла на меня испуганные глаза. — Вова, мне срочно нужно домой. Я понял ее обеспокоенность и решился отправиться с ней. Книгу я припрятал под одежду. Выйдя из здания, нас обдуло порывом ветра. Приближался шторм. Небо над Зеленоградском быстро накрывалось синим-серым покрывалом. Раздался раскат грома. Мы бежали сквозь дождь. — Может же быть такое, что Рита была здесь и видел это раньше, а может, кто-то из ее знакомых ей рассказал о нем? — спросил я. Ольга не ответила, а только прибавила шагу. Мы уже были в двухстах метрах от их дома, как дождь буквально включился на полную мощность. За это короткое мгновение оказались вымочены до нитки. — Рита, Риточка, ты дома? — позвала Ольга, открыв Настеж дверь, но ответа не последовало. Я остался на пороге и стал стряхивать себя в воду, обронив под ноги украденную книгу. Языческий мир Пруссии. Считал название на обложке. — Рита! — донесся беспокойный и громкий голос Ольги. — Рита, ты где? Затем раздался женский крик. Тут же побежал внутрь с книгой в руках, стремительно взобрался по лестнице, оказался в небольшом коридоре. На стенах висели домашние фотографии семьи женщин. Одна из дверей слева была открыта Настеж, горел свет. Я направился именно туда и, зайдя в комнату, как потом выяснилось Ри, застал плачущую Ольгу над тетрадным листом, сжатым в руках. — Оля, в чем дело? — напуганно спросил ее я. Женщина, содрогаясь от слез, протянула мне записку, но тут же смял ее в комок и отбросил их в сторону. Я поднял смятый комок и, развернув, прочитал. — Теперь я свободна. Прости меня, Оленька, если сможешь. — За что это мне все? За что? — разгневно закричала на меня она. — Где она? Куда она ушла? — спросил я. — Моя тревога переросла в растерянность, на душе словно повис невыносимый груз и ощущение полной бесполезности. Ольга отвела взгляд. — Я не знаю, не знаю, какая я дура, я должна была защищать ее от всего этого. Она села на кровать, горько заплакав, закрывая лицо руками. Я присел рядом и почувствовал что-то твердое под покрывалом. — Нет, я ее не отдам, они не получат мою сестру, — закричала она на кого-то невидимого перед собой. Я подумал, что она имела в виду тех самых призраков, что окружали Рию с того момента, как они сюда приехали. Ольга подорвалась с места и быстрым шагом отправилась вниз. Оставшись один, я вытащил из-под одеяла ежедневник в коричневом переплете. Взял его в руки и бегло перелистал. Он был почти заполнен аккуратным почерком, какими-то записями, рисунками. Оставались пустыми всего несколько страниц. — Что за черт? — донесся снизу раздраженный голос Ольги и грохот падающих предметов. Я отложил ежедневник на кровать с книгой из библиотеки вниз. На лестнице увидел мокрые следы босых детских ног, которые вели вниз по ступенькам. Это меня опять погрузило в некий озноб. Осторожно, стараясь не касаться следов, спустился по лестнице. Тем временем Ольга включила в кладовой свет, но он не зажегся, а из двери кладовки внезапно выбежал мальчик в пальтишке с варежками на резинках, весело смеясь. По всей видимости, видел его только я сам. Он пробежал так быстро, что я не успел опять подробно его рассмотреть. Только лишь общие черты. «Чертов выключатель!» – закричала Ольга в темной кладовой. Она почти что на ощупь нашла два дождевика и, протянув мне, один из них спросила, «Ты покажешь, где она была на пляже?» Я тут же понял ее план и принял на руки безразмерный полупрозрачный желтый дождевик. Мы, закрыв дом, поспешили на берег, в то самое место, где Рия показывала свои таланты и складывала каменную мозаику солнца. Непогода набирала обороты. Ветер усиливался в разы. Мы буквально летели уже по променаду, волны неистов били по бетонному ограждению. Ветер выил и дождь с неистовой силой холестал нас со всех сторон. «Рита! Рита!» – неустанно кричала Ольга, но ее голос уносил шквалистый ветер куда-то назад. Мы прошли вдоль и поперек знакомую нам береговую линию, но Рии нигде не было видно. Ольга упала на песок и вновь уже отчаянно кричала ими сестры. «Рита!» Я хотел помочь ей встать, но повалился рядом из-за сбившего меня с ног шквалистого ветра. «С ней все хорошо, она, наверное, дома. Нам надо возвращаться», – пытался докричаться я до Ольги. Она оставила записку, она всегда так делала, когда собиралась. Женщина, не договорив, снова заплакала. Я поднял голову и увидел перед собой Рию. Она казалась бледной, вымахшая вся с ног до головы в своем знакомом пестром летнем платье. В развивающихся, слипшихся волосах застряли водоросли. Поначалу, не поверив увиденному, я протер тыльной стороной ладони глаза, но она была рядом. Она печально улыбалась, глядя на нас. «Рия?» Удивленно спросил я почти шептом, затем восторженно закричал, теребя Ольгу. «Смотри, смотри, она здесь!» Ольга подняла голову в сторону пустого пляжа, но она не увидела родную сестру. В ответ она прерывистым голосом закричала мне. «Хватит, Вова, хватит! Я ничего не вижу! Зачем ты так со мной?» Она подлетела ко мне и принялась бить ладонями по груди, а я все стояла, шарашенная от жуткого внешнего вида Рии, походившей на утопленницу. Ольга сдалась и обняла меня за шею, продолжая горько плакать. Рия открыла рот и что-то мне сказала. Поначалу я не мог разобрать сказанные ее слова из-за шума волны буквально запоминал ее шевеление губ. И тогда я понял, что Рия уже мертва. «Оля, мы должны идти», — обратился я к плачущей женщине, а когда поднял голову к Рии, ее уже не было. Она словно исчезла, растворилась в соленом морском воздухе. Мне удалось поднять Ольгу на ноги и с усилием заставить ее вернуться. Она плакала всю дорогу, плакала и на кухне. Я самостоятельно зажег чайник. Ольга так и сидела в дождевике, залив под собой пол на стуле. Я вспомнил о ежедневнике Рии. Поднялся в ее комнату. За окном прогремел гром и блеснул ослепляющим светом молния. Открыв его, снова пролистал до последней страницы, где была запись. Прочитал последнюю строку. «Возможно, это лучшее, что я могла сделать для тебя». Затем я оглядел комнату. На стене висела в белой узкой раме увеличенная фотография из кошелька Рии. Вся ее семья смотрела на меня счастливо, улыбаясь. Я коснулся пальцами ее лица, и из-под моих пальцев на стекло, держащие фотографию, выступила маленькая капелька воды, стекающая, как слеза у глаза Риты. Прихватил записи с книгой и спустился. Заметил, что на ступеньках детских следов больше не наблюдалось. На кухне Ольга по-прежнему сидела неподвижно, а чайник уже пронзительно свистел паром. «Оля», — подойдя, коснулся ее плеча. «Оль, ты меня слышишь? Я нашел ее записи». Она не реагировала. Я положил найденный ежедневник Рии на стол перед ней. Выключил чайник и потянулся к одному из шкафчиков. На полках были аккуратно сложны тарелки и блюдца. Чашки стояли внизу. Ольга сняла капюшон, уже жадно читала ежедневник, шевеля губами, то произнося, то умалчивая строчки. В красных заплаканных глазах показалось напряжение. Она ловила каждую фразу, каждое слово, написанное ее сестрой. Наугад выбрал соседнюю дверцу. Взяв щепотку из первой попавшейся баночки травяного сбора Рии, я отсыпал в обе кружки и залил кипятком. В ту же минуту кухня наполнилась необыкновенным запахом летних трав. Я подвинул чашку Ольги. Она читала, не отрываясь, поглощая страницу за страницей. За окном давно стемнело, шторм утих. Чай давно остыл. Я боялся ее потревожить чем-то. Так и сидел, молча устаившись, стол допивал остатки. Прошло около часа. Решил закурить. Уже без спроса хозяйки вышел на крыльцо, прихватив книгу и хозяйские сигареты. На улице повеяло приятной прохладой. Закурив, открыл книгу на оглавлении. На удивление, Вайделоты были выделены как отдельная глава с указанием номера страницы. Открыв на том, я прочитал. Вайделоты – это общее обозначение языческих жрецов у балтийских народов, распространившиеся позже и в других языках. Затем мое внимание пало на выборочный контекст. Вероятно, Вайделоты были жрецами, которые видят, ведают и передают свое знание людям в слове. Они были обязаны поддерживать в святилищах священный огонь, а также занимались предсказаниями и назначали время для праздников. Мужчины Вайделоты, в отличие от Вайделоток, имели право жениться, однако нет сведений о передаче профессии по наследству. Но, как правило, пожилые передавали свои силы молодым жрецам с помощью ритуала, который проходил в два этапа – инициации ветра. Я внезапно вспомнил нашу первую встречу с Рией и приятием сущности духа старшего жреца. Здесь же передо мной пролетел вчерашнее чаепитие, головная боль, поцелурии в лоб и ее слова «прости». Тем самым освобождая себя от обязательств перед земным миром и миром духов, уходя на заслуженный покой. Она все делала сознательно. Эта полоумная ведьма обвела меня вокруг пальца, раздраженно захлопнул я книгу и выбросил. Во мне кипели противоречивые чувства, страх и ненависть. Я вошел в дом. К тому времени Ольга закончила читать и просто сидела, смотрела прямо. «Оль!» – позвал ее я. «Уходи!» – тихо прошептала она, а затем повторила громче. «Убирайся отсюда!» Я ушел. Дождь стих, и от настигшего гор шторма остались лишь серые тучи. Внутри оставалась бездонная пропасть. Все дни я думал, что же подтолкнула сумасшедшую с пляжа к такому поступку. Возможно, Рия узнала где-то о подобном ритуале в надежде хоть как-то увидеться с семьей. А получив его, не смогла нести эту ношу. А может, ей это и было нужно. Теперь я не узнаю этого никогда. Теперь я один из них, тех, кому суждено стать марионеткой душ. Я обречен. Я вижу мертвых людей постоянно. Потерял работу, общение. Я остал, как она, одинокий и непонятый среди живых. Звонила Ольге каждый день, но она больше не отвечала. Спустя неделю я все же решился приехать к ней без уведомления, в надежде, что застану ее дома. Но дом был закрыт и, по всей видимости, уже давно. Близился закат, и в теплом оранжевом свете заходящего солнца я вышел к морю. Пляж был, как ни странно, пуст. Добрался до нашего с Рией места, уселся на песок, закурил. Море казалось безмятежно спокойным. По небу стелили длинные бледные розово-фиолетовые облака, крики чайка отдавались эхом. Я высмотрел в песке небольшие камни и стал складывать их в тот самый солярный знак, как делала эта Рия. Закончив мозаику, с минуты подождал, затем хотел было засунуть в центр тлеющую сигарету, но услышал странный гул раскатистого прибоя. Это был звук в моей голове. Гул усиливался, заполняя все серые клеточки моего мозга. Потом внезапный щелчок. Я вскрикнул на этот странный эффект, закрыл руками уши. Упал на песок. Мое тело словно парализовало. Я не мог пошевелить даже мизинцем. Глаза наполнились слезами и тем самым неистовым синим светом, что я наблюдал несколько раз, глядя на себя в зеркало. Ко мне приближались силуэты людей. Они подходили все ближе и ближе. Когда они стали более явными, я мог их разглядеть. Пожилые и молодые мужчины и женщины в длинных белых туниках, обшитых белой красной тесьмой и украшенные внизу кистями из бычьих хвостов. Они приложили свои пальцы к моему телу и что-то зашептали. Их речи я не понимал. Мною овладел страх неведения происходящего и тем более последующих действий за ними. В этот момент я почему-то вспомнил шевеление гуприи в разгаре шторма. Теперь я слышал ее слова. Прокручивая в своей памяти тот самый момент снова и снова. Гуприи, как в замедленной съемке, говорили мне мое имя. «Марак! Марак! Ты дитя моря!» «Марак!» Торжественно произносили люди в белых одеждах. «Марак!» Кричали, подхватили чайки. Я понял, что все эти люди, а возможно их души, это были те самые ваиделоты, пришедшие из иного мира ко мне. Ко мне, чтобы я услышал свое имя. На одних ладонях они подняли мое тело вверх. Страх сменялся умиротворением. Я почувствовал тепло и свет. Свет окутывал мое тело, свет проникал в меня. В ту минуту я был един с морской стихией, ветром, беспокойными чайками, шелестящей травой, с холодным песком. Был един во всем. Мое тело в буквальном смысле парило над земной твердью. Затем они медленно опустили меня на песок. Я плакал, как ребенок, от внезапного чувства радости и счастья. От переполняющих меня эмоций я потерял сознание. Провалился вновь в ту черную морскую бездну, пуская пузыри из беззвучного рта. Не знаю, сколько я пробовал в таком бессознательном состоянии, но этим привлек внимание нешуточный страх у проходящей мимо меня молодой пары. Мужчина прощупал мой пульс на шее и что-то неразборчиво закричал. Я очнулся только после резкого запаха на шатыря в беседке того самого кафе, где впервые познакомился поближе с Ольгой. Когда пришел в себя, то услышал тревожный голос медработника. «С вами все хорошо? Вы видите меня?» «Да», — улыбнулся я, — «теперь я вижу». Субтитры создавал DimaTorzok